А в садьбу на рассвете, убрать бы стол, тетрадь, тем, кто за нас в ответе, давно пора понять, тем, кто за нас в ответе, давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять. В городском округе Мытища расположено больше сотни сельских поселений. Жители одного из них, Красной Горки, отпраздновали День деревни. Более полусотни человек собрались в актовом зале, чтобы посмотреть на выступления своих земляков. Впервые внучка выступает, она недавно, сюда они переехали. Я жду выход. Внучка будет танцевать и петь. Некоторые артисты только пошли в школу, но уже уверенно чувствовали себя с микрофоном в руках. Вместе с ними на сцене выступили хореографические коллективы. Очень интересно. Я, ну как деревенский житель, прям вот за, чтобы вот такие мероприятия устраивались. Чтобы это передать своим детям, внукам истории своего места, где ты живешь. Ну это очень важно. Мы должны знать, откуда наши корни. Корни у Красной Горки и правда интересные. Не все знают, что когда-то она находилась совсем не здесь. В 30-е годы было принято решение переселить деревню с низины на возвышенность. Уникальным опытом переезда здесь гордятся все. Дома, которые находятся здесь, на деревне Красная Горка, они раньше находились там, где сейчас Клязьминское водохранилище. Это деревня Хлябово. И в 1936-1938 были обоснованы здесь деревня Красная Горка. А Горку называли раньше жители деревни Абакумова, Собачья гора. Такие праздники в Красной Горке проводят каждый год. Издавна сельчане собирались в этот день и обменивались теплыми пожеланиями. Добрая традиция сохранилась и сегодня. Всем жителям, всем гостям нашей замечательной деревни Красной Горки я желаю здоровья, счастья, а самое главное мирное небо над головой. Не менее насыщенными выходные выдались у участников легкоатлетического кросса в Матищинском лесопарке. Свыше 600 человек пришли сюда, чтобы провести время с пользой. Соревнуются спортсмены в различных возрастных категориях. 13 категорий мальчиков, девочек. Соответственно, самый младший участник, 21 год рождения сегодня у нас, и самый взрослый, там 80 с плюсом. Это состязание проводится в Матищах больше 20 лет. С каждым годом число участников лишь растет. Многие приходят вместе с родными и близкими. Особенно активно к забегу присоединяются молодые семьи. Хотелось бы в год семьи особенно пожелать родителям привлекать детей как можно чаще к физкультурным и спортивным мероприятиям. А привлекать именно своим примером. Участвовать вместе с ними, бежать вместе с ними, прыгать, плавать. Прямо на церемонии открытия легкоатлетического кросса состоялось награждение с золотыми значками ГТО. Почетными обладателями престижной награды стали Алексей Рябов, Федор Рябов, Александра Рябова и Мария Жилина. Мы каждый год участвуем и в лыжах, и в кроссе. Стараемся, всегда попадаем в призы. Поэтому в этом году тоже надеемся, что удастся выиграть. Когда появился комплекс ГТО, то в принципе мы решили, что наша семья будет в нем активно участвовать. Мы должны привлечь тех людей, которые не занимаются спортом, физкультурой, чтобы они тоже выходили, не сидели дома, меньше общались с гаджетами, дышали воздухом. Под раскидистыми кронами Матичинского лесопарка прошел и фестиваль «Походная кухня». Поучаствовать в нем пришли сразу шесть команд матичинских юнормейцев. Ребятам нравится, они с удовольствием принимают участие и тратят свое время в выходные на такое мероприятие. Фестиваль «Походная кухня» проходит в городском округе уже не первый раз. Кроме кулинарных познаний, ребята должны были продемонстрировать навыки сборки и разборки палатки, вязание узлов и оказание первой медицинской помощи. Очень круто, потому что по факту мы сейчас все сплочаемся. Очень хорошо тут, хотелось бы почастие такие мероприятия. На основе простых и доступных ингредиентов юнормейцы приготовили походный обед. Сначала они развели костер, а затем поставили на него похлебку и чай. Душистый запах дыма сделал еду еще вкуснее. Приехали на фестиваль «Походная кухня» с отрядом, решили поучаствовать. Мы участвуем не первый раз, мы участвовали летом. На обед у нас будет овощной рагу с тушенкой, а там еще и чай будет, может быть, что-то сладенькое выдадим. Подобные соревнования нравятся тем, что учишься много чему-новому. Команда у меня очень-очень хорошая, мне все нравится. Моя любимое блюдо, мне нравится картошка с зеленью отварная. Просто готовится и быстро. Полученные навыки пригодятся ребятам во время походов и пикников. В конце концов, сориентироваться на местности, поставить палатку и приготовить сытный ужин – это тоже искусство. Евгения Щепков, Светлана Покровская, Алина Сери, Первый Матищинский.